Привет всем! С вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Это видео, это видео-дис, это видео-ответ на то видео, которое я посмотрел полчаса назад. Видео с канала Алексея Белого, как подбирать печь по мощности. Значит, это видео будет приотачено снизу, посмотрите его. Со второй частью, касаемо ванных печей, я полностью согласен, а с первой частью, касаемо отопительных печей, я полностью не согласен. Значит, с чем я там конкретно не согласен? Первое, с тем, что печь отопительную нужно брать с запасом. Второе, что отопительную печь длительного горения нужно использовать режим, когда дрова ярким огнем прогорели. И только после этого перекрывать заслонки, и чтобы угли уже догорали с закрытыми заслонками, с подачей воздуха перекрытой. Третье, с чем я не согласен, что нужно топить печь ярким пламеньем. Четвертое, с чем я не согласен, это с тем, что можно регулировать теплоотдачу количеством дров. То есть, вот с этими, со всеми вещами я не согласен. И сейчас объясню, почему. Начну с середины. Почему нельзя в печах длительного горения, даже те, которые были показаны на канале, там вот у Алексея, там они были в виде компьютера, нарисованы печи Вира. Я эти печи, в том числе, тоже знаю. Смотрите, большинство печей длительного горения, 99,9%, которые представлены на рынке, они делаются из 3-4 мм толщины стали. Притом стали обычной, не котловой. Обычная трешка-чернушка. Вот если вы начинаете использовать такую печь, как камин, она вам не прослужит и года, потому что трешка тоненькая, она вся просто погнется, покоробится и прогорит. Поэтому такие печи длительного горения, чтобы они у вас проработали долго, нужно использовать обязательно в режиме тления прямо сразу. То есть забили полностью максимально топку, кстати, топку специально делают большой и дверцу специально делают высокой, чтобы можно было забить максимальное количество дров, туда положить, поджечь и перекрыть воздух, регулируя зольный ящик и заслонку. А если вы будете там устраивать камин, то печь просто не проработает долго. Следующий момент. Можно использовать, как утверждает Алексей, печь брать с запасом. Ну, я категорически против. Если бы производители писали, что их печь нужно подбирать не по той кубатуре, которую они пишут в паспортах, а то, что нужно брать больше с запасом, они бы так и писали. Печь нужно брать больше с запасом. То есть там написано, ну, допустим, печь тратата на кубатуру 100 кубов. И в паспорте написано, да, мы написали 100 кубов, но она подходит только под отопление 50 кубовых вагончиков, к примеру. Но этого нету. То есть производители пишут 100 кубов, значит это 100 кубов будет отапливать и гараж, и дачу, и, там, не знаю, дом постоянного проживания. Если вы берете печь с запасом, вы получаете просто ужас. Я такой уже встречал в своей жизни. Сейчас объясню почему прям конкретно. Смотрите, видите, батарея. Видите печь? Да, это не отопительная печь, это отличная печь банная, но у нее тоже есть секции, как у батареи. Это вообще вот любая, любой отопительный прибор имеет поверхность, которая излучает тепло. Будь то это, будь то это. Если брать отопительную печь, к примеру, огонь батареи, у нее тоже есть секции. Так же, как и у печи Вира, которую вы видели в ролике Алексея. Возьмем вот это. Это самое простое и всем понятное. У вас есть комната, батарея подбирается по мощности секции. То есть по площади. Если вам, у вас комната требует 5 секций, а вы поставили 8 секций, у вас будет жарище, и вы будете жить с открытой форточкой. Все то же самое и в печах. Если вы взяли печь больше, чем нужно, вы будете жить с открытой форточкой, потому что будет непереносимая жара. Правда, есть люди, обычно это старческого возраста, которые, ну, как и я стариковский, но я, конечно, до такого еще не дожил, когда вот требуется жара в 30 градусов, потому что кровоток, кровообращение плохое, нарушенное, и требуется постоянно ходить в чем-то шерстяном, и чтоб 30 градусов было. Но большинство людей нужно просто комфортная температура градусов в 20. Поэтому Печь, вот я вам объяснил, имеет секции, имеет площадь нагрева. Так же, как и батарея. Производители делают все, по площади рассчитывают они, поэтому брать нужно столько секций, такую площадь, чтобы было все ровно в той кубатуре заявленной, которая с одной стороны видно в гарантийной книжке, а с другой стороны видно вот по площади помещения. Следующий момент. Количество дров закладываем. Вот возьмем топку, все равно банная печь, отопительная. Посмотрите, топка. Если вы туда, сейчас я буду говорить внимательно, кладете 3 полена, и возьмем, допустим, если вы положили в эту же топку 8 поленьев, то 3 полена на ярком огне с открытой заслонкой и 8 полен на ярком огне с точно так же отрегулируемой заслонкой будут давать в засекаемое время, то есть, допустим, 5 минут. Вот 5 минут они вам одинаково, что 3 полена, что 8, нагреют вот эти вот стенки. Поэтому количеством дров, которые вы кладете в печку, вы ну никак не отрегулируете тепло, которое будет отдавать вот эту вот поверхность. В чем разница между тремя поленьями и восьмью поленьями при одинаково открытых каналах подачи воздуха? Да только в длительности, черт подери, горения. 3 полена сгорят быстрее, чем 8 полен. Собственно говоря, теперь я изложу свою точку зрения. Прошу прощения, что я такой дикий, просто я посмотрел это видео и у меня волосы там, где они остались, встали дыбом. Я категорически не согласен с видео Алексея и я вам объяснил почему. Если вы со мной согласны, ставьте мне лайк. Если согласны с видео Алексея, ставьте дизлайк. Дизлайк и посмотрим, чья правда, на чьей стороне. Я вот честно говорю, к видео не подготовился, ну вообще просто. Вот я посмотрел, опа, 15 минут прошло, а у меня накипело вот тут. Я говорю, вот я сейчас сяду вот и все расскажу, как я думаю. Все, всем пока и всем привет, хорошего тепла и чтобы ваши печки проработали долго. Пока-пока.